МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Анастасия Емцова, а это информбюро программы чистых новостей. И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф отстояли вот здесь, на этом месте. В сфере памяти на проспекте Кулакова совсем скоро должен был появиться торгово-гостиничный комплекс. Разрешение на строительство дал скандально известный Игорь Бестужий. Однако кому же удалось отменить это постановление, выясняла Кристина Ревенко. Гриф подняли с 1 апреля в России, повышаются пенсии, увеличиваются выплаты для льготников. Насколько выяснял Павел Гендовицкий. Гриф 03. В хуторе Стародворцовском появилась новая машина скорой помощи. Подробнее в сюжете Олесе Мелиховой. Гриф интересно. Чем удивит нас погода на выходных, расскажем как цепрограмма. Сегодня в торгово-промышленной палате края выбирали президента. Никто не мог и представить, что конференция членов ТПП, которая преследовала вполне мирные цели, обернулась крупным скандалом и даже дракой с кандидатом. Татьяна Федорова готова рассказать обо всем подробно. Вообще конференция членов Краевой палаты – мероприятие внеочередное. Для справки, по правилам, оно проводится раз в пять лет. И такая внеплановость объясняется вескими причинами, одна из которых связана с новым статусом главы ТПП. С недавних пор Андрей Мургай еще и федеральный депутат. И по закону он не может совмещать обе должности. Нынешнее собрание предпринимателей и должно было разрешить судьбу палаты. Или переизбрать нового президента, или оставить прежнего. Ведь Мурга действуя по закону отказался от зарплаты, чтобы продолжить руководить организацией. Еще два года назад такого эмоционального накала в стенах ТПП никто и представить не мог. Чем же объясняется такой интерес к некоммерческой организации? Уже на этапе регистрации члены палаты стали заявлять – на них давят. Звонил сам Евгений Бондарин ко мне позавчера, уже практически в ночное время. Начал там еще давить, чтобы мои сотрудники пошли проголосовали. Я передумал, скажем так. И, так сказать, теперь буду голосовать за Мургу. Я вообще не знал, что он будет избираться. Сам обидчик удивился такому заявлению. Мог ли кандидат оказывать давление на избирателя? Здесь, говорит, даже разные весовые категории. Действительно, я ему звонил с тем, чтобы он предоставил мне, так сказать, моих интересов, и в том числе мне лично, предоставил доверенность на право выступать от его компании. Как на этого большого мужчину я среднего роста давил, ну я такого не знаю. Давления никакого не было, и это абсолютная выдумка. Атмосфера накалялась. Гром разразился, когда нынешний президент объявил о ненабравшемся кворуме. Про сынешней конференции у нас, в общем-то, не набрали две трети, значит, до следующей конференции я остаюсь руководителем, президентом палаты. Я не думаю, что нужны нелегитимные какие-то выборы. Протоколы все есть, они открыты, мы их не будем передавать никому, понятно, с какой целью, но прийти посмотреть, что вы все вписаны, там есть перевизионная комиссия, пожалуйста, ради бога. То есть все можно посмотреть, проверить. Можно же просто посчитать, гоняйте. Уважаемые делегаты конференции, я хочу сказать, что раз у нас есть неоднозначная трактовка того, сколько на самом деле у нас делегатов, есть сомнения в правильности регистрации, которую провели сотрудники ТПБ. Давайте создадим сейчас мандатную комиссию, пусть она проведет полную регистрацию, и после этого мы выясним, легитимна или нелегитимна эта конференция. Здесь вопрос больше надо задать самому Андрею Юрьевичу, в общем-то, где он собирается работать, в Государственной Думе или в ТПП? Некоторые члены палаты осмелились даже предположить, что краевому правительству неудобен неуправляемый президент палаты. Однако такого поворота событий никто не ожидал. Волна возмущения захлестнула и членов палаты. Как-то не складывается, говорили они. Вот приняты были организации. Да я ж тут все слышу. Леря Строй, Калибе Сервис, Ставпраз, Сервис и Луминал. Итого 13 организаций. Когда вы принимали? Сейчас можно подойти, посмотреть. Давайте. Я даже не сомневался, что правительство будет обвинять во всех успехах себя, а во всех проблемах торгово-промышленной палаты, но это у нас практика не первые дни. Но вы мне вчера сказали, что все министры занимались явками конференции. Поэтому вопрос, ну зачем обвинять аппарат палаты? Пришлось прерваться, чтобы вычислить, почему не сложилось. Заместитель председателя правительства края Георгий Ефремов обескуражен, не ожидал такого скандала. Во всем, говорит, виноваты аппаратные игры. Я спорил думать, что это аппаратные игры. Что аппарат решил, так сказать, что они сами будут определять, кто будет президентом ТПП в дальнейшем. Извините, это решает не аппарат. Это решают 338 зарегистренных членов торгово-промышленной палаты. Пока мы сопоставляли данные, в палате произошла потасовка. Что касается проверки протоколов, ошибок в подсчетах не обнаружили. Все четко. Посчитали, все проверили. 213 человек цифра не поменялась. Это означает, что повторное собрание пройдет в конце апреля. Тогда и определяют президента. А пока худой мир. Ведь он лучше доброй ссоры. Ну, конфликта интересного нет. Все направлены на развитие экономики Ставропольского проекта. Более того, я хотел бы добавить очень важную вещь, что правительство края, наоборот, поддерживает нас в качестве депутата. То доверие, которое к нему есть, только укрепилось. С точки зрения того, что теперь надо решать более важную, более сложную задачу. Не только субрегионального, регионального и местного характера, но и уже более важного федерального уровня, который будет выгодным для субъекта федерации Ставропольского края. Татьяна Федорова, Юрий Корниенко, Информбюро. Гриф отстояли. Сквер на проспекте Кулакова был на грани разрушения. Власти в прошлом году написали постановление на предоставление участка земли в этом зеленом мини-парке. Строительная компания собиралась отстроить здания, а перед этим вырубить вековые сосны. Кристина Ревенко выяснила, кому все-таки удалось защитить сквер. Воинов-интернационалистов, защищавших нашу родину в Афганистане, Чечне и других горячих точках, пришлось самих защищать. Летом прошлого года Игорь Бестужий подписал постановление о предоставлении этого земельного участка площадью 4000 квадратных метров под строительство торгово-гостиничного комплекса. Под снос пошли бы вот эти деревья, часть тротуаров и дорожек. Однако горожане вовремя возмутились беззаконию властей. Память, вот их уничтожить второй раз, ну что, хватит одного раза. Бывший летчик Александр Григорьевич поражается. Деньги в наше время решают все. Власти чихать хотели на святое, набивая свои карманы. Мужчина уверен, разрешение на строительство развлекательного центра в сквере на проспекте Кулакова дали не за красивые глаза застройщиков, а власти рады создать вместо мемориала памятник своему беззаконию. Ну давайте здесь уберем, там уберем, а его памятник поставим. И будем вокруг него хороводом ходить. Ну придет другой же, скажет убрать, мой поставить. Сквер на Кулакова – это единственное место на Ботанике, где молодые мамочки могут погулять с детьми. Тут хотя бы немного притупляются ароматы выхлопных газов. Вековые сосны, которые с одной стороны огибают мини-парк, пошли бы под топор, если бы прокуратура не заметила в этом разрешении на строительство кучу грубейших нарушений. Было принято решение о направлении искового заявления в суд о признании недействительными. Ранее изданы постановления руководителям администрации города Ставрополя о предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью под строительство объекта коммерческого назначения по адресу город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 1. Как только документы поступили в суд, исполняющим обязанности администрации города Ставрополя, издано постановление, в соответствии с которым отменены оспаривные прокуратуры постановления. Спасибо за отмену постановления стоит сказать Андрею Джадоеву, который исполняет обязанности главы администрации Ставрополя. Он отдувается за своего коллегу по цеху Игоря Бестужева, который наворотил делов, а теперь отсиживается в СИЗО. Кристина Ревенко, Александр Лукьянченко, Николай Попов, Информбюро. Гриф подняли. С 1 апреля в России нешуточно вырастут пенсии, трудовые и социальные. Также увеличится размер выплат тем, кто имеет право на различные социальные льготы. Кому и на сколько, узнаете из сюжета Павла Индавицкого. Пенсия у меня за 40 лет вышла 7200 и вот этот 1600 за... Ты уже снимаешь меня, да? Да. Ой, хорошо. Я разговариваю. И вот эти вот костыли мои, которые добавляют 1600. Ольга Тимофеевна инвалид второй группы, но бабушка жизнерадостная и на судьбу не жалуется. Говорит, денег если экономить на жизнь хватает. Вместо льгот она выбрала денежные компенсации. То, что с 1 апреля увеличится размер ежемесячных выплат, она уже знает. Говорит, довольна. Да, я слышала, очень рада. Мне, я почитала, так, мне тут где-то около 400 рублей добавка будет. Пенсионному отделению, фонду нашего Ставропольского края я выражаю благодарность, что у нас все-таки немножко, немножко я уже буду получать 10 тысяч. Уже я как-то на зубы там или, ну хотя бы питание. В апреле все федеральные льготники получат выплаты уже в новом размере. Сумму увеличили на 6%. Таким будет, по прогнозам, уровень инфляции в этом году. Категории таких на самом деле более 60. Но наиболее часто повторяющиеся, я скажу, это инвалиды от общего заболевания, инвалиды-участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших, умерших ветеранов боевых действий. Увеличение выплат для льготников, конечно, не очень существенное. Средняя сумма чуть больше 100 рублей. Но вырастут и обычные пенсии. Трудовые почти на 3,5%. А если считать вместе с февральской индексацией, то получается свыше, чем на 10. Пенсионерка Людмила Васильевна довольна. Говорить так и за ценами можно угнаться. Хватать хватает. Я себя уловила на том, поймала, что... Раньше я с кошельком иду и спрашивала цену и прикидывала, хватит мне или нет. А сейчас я не спрашиваю. Я спрашиваю, вот это у вас что? Ага, сколько стоит? И расплачиваюсь. С 1 апреля в России повысится и социальная пенсия. Причем прилично. Чуть больше, чем на 14%. Павел Недовицкий, Николай Попов, Информбюро. Гриф 03 в хуторе Стародворцовском. Скорая помощь теперь будет такой не только на словах, но и на деле. В медпункте хутора появилась новая машина. Ее предшественницей было около четверти века. О том, как всем хуторам встречали карету скорой помощи, сюжет Олеся Мелиховой. Стародворцовский – один из самых отдаленных хуторов Кочубеевского района. Зимой дорогу заметает так, что он становится практически оторванным от внешнего мира. Молодежь из хутора уезжает. Живут в Стародворцовском одни старики. Они главные пациенты медпункта. Самые распространенные диагнозы – инсульты и инфаркты. В таких случаях нужна экстренная помощь. А в фельдшерском пункте могут только перебинтовать раны, сделать уколы, да и кое-какие процедуры. В тяжелых случаях пациентов нужно срочно везти в районную больницу. Поэтому новую машину скорой помощи всех хуторяне ждали как маны небесной. Вы знаете, у нас такая отрезанность от города большая. Так что автобус ходит раз в день, а зимой у нас был гололед, что вообще не ходил ни транспорт, ни автобус. Переметы были серьезные. И серьезные случаи просто даже было не выехать больному человеку. Был случай у меня, когда дочка ошпарилась. Скорая помощь нужна была. Правда, окончилось все благополучно. Отвезли вовремя, полечили. Десять дней в больнице пролежало. Все обошлось хорошо. Но если скорой не будет, здесь просто гибель. С транспортом плохо, отрезанность от города большая. Старой машине скорой помощи было уже больше 20 лет. Она Стародворцовскому медпункту досталась по наследству после наводнения в станице Барсуковской из местной больницы. Сергей, водитель скорой помощи, рассказывает, со старой техникой ему пришлось намучиться. Чем старее машина, тем она постоянно ухода требует. То одно сломается, то второе. Постоянно ее надо было поддерживать в рабочем состоянии. Старушка в ответственные моменты не подводила, но этой зимой застряла в сугробе. Тогда в районную больницу отвозили девочку. Случай был непростой – подозрение на пневмонию. Для больной пришлось вызывать другую машину. А эта так и простояла в заносе около 8 часов, пока оттуда ее не вызвалили спасатели. Новая карета скорой помощи появилась в хуторе не без участия заведующей фельдшерским пунктом. Галина – единственный врач в Стародворцовском. В день ей приходится принимать не меньше десятка пациентов. Не редкость и ночные вызовы. Галина попросила новую машину лично у губернатора. Всех тяжелобольных, маленьких детей до года, больных к узким специалистам на консультацию. Мы, конечно, отправляем на этой машине. Другого транспорта нет. У кого имеется свой транспорт, они могут добраться. Ну а все, допустим, с тяжелой патологией, те, которые только на носилках должны транспортироваться, им нужна только скорая помощь. За последнее время у нас несколько тяжелых случаев было. Поэтому только на скорой и только на носилках транспортировали. Новая карета скорой помощи в хутор Стародворцовский попала в рамках программы модернизации здравоохранения. Это не первая, не последняя новенькая машина, которая должна заработать в районе. В рамках модернизации здравоохранения район должен получить 13 автомобилей. И этот автомобиль у нас идет дополнительно 14-м. И он выдан, решение принято Министерством здравоохранения, в ответ на обращение фельдшера, фельдшерско-акушерского пункта данного хутора по вопросу выделения санитарного автотранспорта. Тот автотранспорт, который на сегодня есть, он 1989 года. Естественно, уже он полностью весь пробег свой, в общем-то, выполнил. И поэтому на сегодня они нуждаются, конечно, в современном оборудованном автомобиле, для того, чтобы мы быстро, в общем-то, могли транспортировать наших пациентов для оказания специализированной экстренной помощи в родовый зал. По традиции новенькую машину облили шампанским, чтобы прослужило долго, но как можно меньше требовалось хуторянам. По традиции надо машину облить, чтобы не ломалась и проходимость соответствовала. И если машину заведующая отвоевала, то сейчас у нее новые стратегические планы. Фельдшерский пункт нуждается в срочном капитальном ремонте. Олеся Мелехова, Илья Аладин, Информбюро. Ценные бумаги раздавали сегодня горожанам в администрации Краевого центра. Долгожданные жилищные сертификаты получили первые в этом году шесть семей вынужденных переселенцев. Всего таких счастливчиков будет еще около сотни. На сумму, прописанную в именной бумаге, вполне можно купить приличную двушку. Деньги на это по федеральной программе жилища идут из госбюджета. Владелец сертификата должен сдать его в банк и за 9 месяцев успеть подыскать себе квадратные метры. Только при этом условии документ превратится в квартиру. Работаем мы с этой программой в рамках программы жилища с 2006 года. За это время у нас получилось улучшить жилищные условия многим гражданам, которые являются представителями такой же категории, как и вы. И вот, наконец-то, дошла очередь и до вас. Не буду углубляться в статистику, не буду углубляться в переписку. Но единственное мое пожелание, чтобы вы как можно быстрее использовали эти ценные бумаги, которые мы вам сейчас раздадим. И чтобы, такая личная просьба, чтобы они, наконец-то, вам позволили улучшить ваше жилищное положение и, в целом, вашу жизнь. А теперь настало время поговорить о, наконец-таки, весенней погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территории края около 4 тепла. Затров в Старополинном Выске облачно с прояснениями. Возможны осадки. Днем плюс 2,7. Вечером 0,2. В городах Кавказский фиральный ход пасмурно. Днем плюс 13, вечером 3 тепла. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый канал stv+. В 3 калории заходите к нам на сайте stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните, мы поможем телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели информбюро программы чистых новостей. С вами была Анастасия Емцова. До свидания. С 9 марта в Ставропольском цирке мишки джигиты на австралийских буйволах, долматинцы, пони, кошки и супер акция. Один билет купил и еще один бесплатно.